Ну дайте людям просто на такси выживать. Но нет, они даже вот эту нишу не занимают. Даже там они хотят получать доход с этого. Они ничего не выпускают. Они такие крохоборы. В этом нет сомнений. Все народы Кавказа являются братьями по крови. Именно по крови. Даже те, с кем у нас разные религии, даже эти люди являются нам близкими по крови. Если вы имеете ввиду, что они родственны туркам, или азербайджанцам, или казахам, или киргизам, или алтайцам, или татарам, или башкирам. Если вы это имеете ввиду, то нет. Этнически они кавказцы. Ассаламу алейкум, дорогой брат. Интересно твое мнение по поводу направления внешней политики Эрдогана, а в частности в вопросе мусульман. Ну, в целом, мне, конечно, нравится то, как Эрдоган, во-первых, поднял влияние Турции в этом мире. То, как он во многих вопросах, именно как мусульманин и как мусульманское государство реагирует на многие такие внешнеполитические вещи. Конечно, это мне нравится, это мне импонирует. Но бывают такие, конечно, моменты, с которыми согласиться поддержать просто мы не можем, учитывая наши взаимоотношения с Россией и то, как иногда Эрдоган себя с ней ведет. Но мы понимаем, наверное, в большинстве случаев его действия, оправдываем это политикой, так как ему нужно все-таки взаимодействовать. Скажу так, в целом, наверное, мне это нравится, но какие-то отдельные моменты, вот сейчас, если ты бы, например, привел пример, ну как же ты скажешь, что он сделал вот здесь то, вот здесь вот он с Путиным это. То я скажу, да, это мне, конечно, не нравится. Бывает, бывает что-то, что он делает, и мне это не нравится. Но в то же время я, наверное, нахожу ему оправдание в таких моментах. Тумсо, разделяя тюркам, называют, что кумыки не тюрки. Да нет, Тумсо не говорит, что не тюрки. В плане языка, да. У них язык тюркский. Они говорят на тюркском языке кумыки, балкарцы, корычаевцы. То есть, народно имеется в виду, если мы будем их этногенезы, да, это, по-моему, правильный термин, то если вы имеете в виду, что они родственны к туркам, или азербайджанцам, или казахам, или кыргизам, или алтайцам, или татарам, или башкирам, если вы это имеете в виду, то нет. Нет, этнически они кавказцы. Просто в какой-то период они переняли язык тюркский. Но это кавказцы, это автохтонные народы Кавказа. То есть, по своим генам они, мы, мы все близки друг к другу. У нас там где-то не так далеко у нас будет общий предок. А язык, да, по языковой группе они являются тюрками. Это как, знаете, вот можно как пример привести, допустим, народы Мавритании, ну, всего-всего в Магрибах. Вы же понимаете, что они как бы арабы только по языку. У них язык арабский. Но их вот этот этногенез, они вообще не арабы. Это ведь африканские племена, которые в свое время приняли и ислам, и еще арабизировались. Понимаете? Египтяне, там, тунисцы, суданцы. Они даже внешне абсолютно разные. Но все они говорят на арабском языке. Просто когда-то они приняли, как бы и арабский язык приняли, как основной для себя, и культуру, и традиции. Все приняли, как вот говорят, русифицировались, да, в России некоторые народы. Вот они так арабизировались. И они в языковом понимании, они арабоязычные. Однако их генетика будет совершенно иная. То же самое касается и Кавказа, но только здесь более выражено. Все-таки это именно кавказские народы. Они не тюрки в понимании таком генетическом. Хотя вообще в генетическом плане говорить о тюрках это неправильно, так как это настолько разные народы. Вы же не скажете, что якуты и, допустим, турки или там туркоманы, это генетический один народ. Да нет, конечно же нет. Некоторые народы, там какие-то монгольские, допустим, народы тоже приняли язык тюркский. И стали тюрками в плане языка. Но родственными народами-то они не являются. Лезгины и чеченцы братья по крови. Говорит Саид Амиров. Барак Лохов Фиг Саид Амиров. В этом нет сомнений. Все народы Кавказа являются братьями по крови. Именно по крови. Даже те, с кем у нас разные религии, даже эти люди являются нам близкими по крови. Так как все-таки происхождение у нас будет одно. Не так далеко мы будем иметь одних плеток. Так что в плане именно такой крови, да, мы действительно очень родственны друг другу. Наверное, с большим трудом дочка Дырова выиграла тендер. Уже звучит как анекдот. Начало сообщения. И обязывает родителей в республике покупать школьную форму и ее фабрики. Денег много не бывает. Это правда. В их действиях ты как раз вот это вот видишь, что денег много не бывает действительно. Во всем. Они даже вот какую-то мелочь, которую тебе кажется, что ну вот это можно было бы оставить просто людям. Пусть они эту нишу вот эту вот люди возьмут, как например такси. Ну дайте людям просто вот на такси выживать. Ну нет, они даже вот эту нишу не занимают. Даже там они хотят получать доход с этого. Они ничего не выпускают. Они такие крохоборы. Почему Коран нельзя трактовать метафорически? Если воспринимать буквально, то многое не сходится с наукой. Например, всемирный потоп. Что-то я не понял, честно говоря, что ты имеешь в виду. По поводу толкования Корана есть отдельная наука. Но в исламе толкование Корана. Есть ученые-толкователи Муфассеры. Это считается величайшей наукой в исламе. Поэтому там знают, как это делается. Есть определенные правила. В первую очередь отдается предпочтение толкованию Корана, самим Кораном. То есть когда Аллах в одном аяте разъясняет другой аят. Затем разъяснение, которое было от пророков и ему санялла отца. Ну в общем, там есть определенные правила. Я думаю, если тебя интересует вопрос толкования, то лучше, наверное, обратиться к этой науке, к людям, которые тебе ответят досконально по этой теме. А вот что касается конкретных моментов, то здесь, наверное, надо приводить примеры. Я не понял этого вопроса с потопом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok